В Таджикистане тоже меняют оклады. Средняя зарплата там превысила планку в 100 долларов. Впервые в истории независимой республики. По данным местного агентства статистики, сегодня таджикские работники получают в среднем 472 самани. Это примерно 103 доллара. Но несмотря на это, Таджикистан остается одной из самых бедных стран на постсоветском пространстве. Минимальный оклад в стране всего лишь 18 долларов. Впрочем, и самые высокооплачиваемые специалисты, госслужащие высшей категории или финансисты, имеют весьма скромные официальные доходы не более 500 долларов. А вот сколько получает президент страны Имамали Рахмон, нам узнать не удалось. Данные не обнародованы. И тем не менее, мы решили поинтересоваться, сколько же получают лидеры других стран Содружества и сравнили их доходы. Итак, самый низкий заработок у президента Кыргызстана. Роза Тумбаева получает чуть более 600 долларов в месяц. Скромное жалование и у президентов Армении и Туркменистана. Украинскому лидеру Виктору Януковичу платят почти в три раза больше. За ним идет президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну а на второй строчке нашего рейтинга со значительным отрывом россиянин Дмитрий Медведев. Ну а самое доходное из президентских кресел в Азербайджане. Размер зарплаты первого лица парламент уже сокращал. Но все равно Ильхам Алиев получает больше, чем Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Виктор Янукович. Вместе взятые почти 19 тысяч долларов. А сколько стоит президентский труд в других странах Содружества, нам узнать так и не удалось. Во всяком случае, в общедоступных источниках нет никаких данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова